Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, я посмотрела очередной видеоролик на канале Доброе Дело, но прежде чем обсудить, хочу сказать несколько слов относительно внука Бабы Гали, Дениса, которого не стало. И многие писали, что, ой, прям тут уже такие минуты скорби, да, никто этого внука не видел, только лишь то, что Баба Гали ему отдавала деньги. И он якобы забирал у нее все деньги. Ребят, при чем тут скорбь? Это просто обычное сообщение, да. И мне, наверное, нужно было взять аккордеон, да, и на аккордеоне сыграть и сообщить. Ну, тоже, да, голос как голос. Самый обычный голос точно такой же, как и сейчас. Далее я хотела немного пояснить, что Баба Галя никогда ему не отдавала деньги. Это из того, что известно мне. Ну, знаете, каждый вправе считать, как хочет. Отдавала, не отдавала, что она говорила, но она ему покупала часто лекарства, которые совершенно не были ему нужны, потому что все препараты он получал. И даже моменты, которые мы помним относительно корсила, которые она говорила, чтобы ей купили и настаивала, и даже покупала сама эти таблетки. Хотя она раньше никогда их не принимала. Ей кто-то сказал, что это классные таблетки, она их и купила. Также кто-то ей сказал, что вот это хороший препарат, и там от определенной болезни она тоже покупала, и не важно, сколько стоили эти таблетки. Но Денису эти препараты, к сожалению, были не нужны, и они у него лежали просто без дела. Но это так, я немножко отклонилась от темы. Ну и дальше по видеоролику. Сегодня снова нам показали семью, которая живет в доме у бабушки Лили. И снова там ремонт, там мальчики якобы привезли подарок. И оказали опять помощь семье. Только я, как и говорила раньше, да, что вроде как семья ни в чем не нуждается, но теперь она стала уже нуждающейся. И как мы с вами и предполагали, что эту семью теперь будут показывать, и люди будут ей помогать. В общем, что в этой серии мы увидели? Да, собственно, ничего такого особо нового, кроме самых приятных для меня моментов. Это момент и кадры с этими прекрасными беленькими котиками. Я всегда, когда досмотрю видеоролики с этой семьей, меня больше всего, наверное, привлекают эти белобрысые малыши. Очень они классные. Ну и видно, что хозяева заботятся о них. Хотя в комментариях и писали, что хозяин мог бы как-то понежнее. Но он играет с ними, он тоже развлекается с этими котятами. Так же, как и мы все дома можем играть с ними. Мы тоже, бывает, с Ружулей тут такие эти трюки выделываем. И разыгрываем ее, чтобы она поносилась, повеселилась и нас повеселила в квартире. Дальше там было целое чаепитие. Все, они переговаривали, пересуждали. Они рассказывали про семью, в которой семеро детей. Также про Женю. Все вот это, что мы уже слышали и что мы знаем. Ну, на этом у них неплохо растянулся видеоролик. И стал удивительно большим. Там, что ли, 30 с чем-то минут. Ну, это тоже якобы хорошо, потому что туда можно впихнуть побольше рекламы. Кстати, у меня ни одна реклама почему-то в видеоролике не проскочила в них. Просто не было ни одной. Не знаю, по какой причине. Далее поведали нам о том, что есть какой-то там дом, который там рассыпается. И якобы нужно даже с Игорем туда прямо из камеры съездить, чтобы показать подписчикам. Это очередной раз доказывает то, что якобы эта семья уже готова для того, чтобы стать постоянными героями. Чтобы им помогали, потому что они нуждаются в жилье. Но все равно мне не понять, к чему у них такие, да, какие-то ремонтные дела. Они там что-то делают, что-то мастерят, что-то собираются печку перебирать, баню делают. И вдруг, да, через какой-то промежуток времени вот прям вот скоро-скоро к ним придут и скажут, а ну-ка, ребята, освободите дом. И тогда для чего все это? Ну, хотя там, знаете, не супер-пупер все делается, не супер-дорогими какими-то стройматериалами. Все же они делают все это во благо своей семьи. И когда заговорили, да, там про туалет, что там дети бегают и все прочее, я сразу вспомнила волшебный унитаз, который привозили бабе Гале. И прям хотелось крикнуть, Игорь, так где унитаз? Привези его сюда детям. Ну, знаете, подумала, думаю, может быть, Игорь сам им пользуется, может, он Игорю тоже необходим. Ну, кто его знает? Ну, все-таки я решила сказать про этот унитаз. И почему бы вот не отдать этот унитаз этой семье? Ну, или даже Жене, зачем его хранить? Он же новый, баба Гале же туда не ходила. Она же сразу сказала, что она не разбирается с этим агрегатом. Дальше тоже хозяйка поведала о том, что как сложно ей стирать. И машинка не совсем удобная. И у нее вот все руки она показала, что у нее в аллергии. И стирка у нее частая. И вот она начала стирать. И прям почти под утро закончила. Это был тоже прямой намек, что нужна стиральная машина. Конечно же, в самом начале, пока я смотрела видеоролик, да, я так машинально ухватывала и читала какие-то комментарии, да. И, конечно же, там было очень много тоже хвалебных от. И прям, знаете, хвалили мальчиков и хвалили квартирантов. Какие же они молодцы и как они преобразили дом. Ну, я ничего не имею против, если бы, знаете, этот дом полностью принадлежал им. Почему бы и нет? Почему бы не сделать там порядок и не сделать какой-то косметический ремонт? Все же делают они для себя. Но, знаете, дом все-таки не принадлежит им. Дальше зацепили эту историю с Женей, что нужно будет снова съездить, подремонтировать эту печь, потому что сказали там что-то один раствор купить, замазали глиной. Дальше про электрику, что нужно будет все сделать. Я, знаете, подумала, если электрика будет делаться точно так же, как и печка, то это будет очень опасно. Опять же, там вопросы юридического характера были Игорем предложены относительно того, что семью многодетную нужно поставить якобы на учет на жилье, на получение жилья или как там, короче. И я вот думаю, что вот какой юрист, вот он не останется точно без работы благодаря Игорю и его героям. Ну, в общем, знаете, вот как-то особо ничего такого интересного, да? Какие-то вот моменты, где мальчики хотят показаться, ну, очень добрыми, прям, знаете, прямо чуть ли не выполняют все просьбы героев. Но только герои у них какие-то непонятные. Герои, которые особо-то и не нуждаются в помощи. Где люди, которым нужна реальная помощь, реальная поддержка? Почему вот эти памперсы он с багажника доставал и отдавал для женщины, которая, в общем-то, лежачая? И почему сам не поехал к этой женщине, не сделал видеоролик? Может быть, люди захотели бы помочь именно ей? Может, вот там вот реальная история, где действительно нужна помощь? Почему? Вот тут опять вопрос. И еще один момент затронул. Пакет, который лежал у Игоря в багажнике. Это, наверное, с Баби Галинами, что ли, вещами. Потому что так он небрежно подымал его, как будто брезговал чего-то. Ну, это я так подумала, не знаю. Может быть, там лежало что-то другое. Но тоже, наверное, не очень приятное. В общем, все, больше я ничего в этом видеоролике, такого существенного и интересного не увидела. Все неинтересно, все банально. Обычная болтовня и чаепитие. И даже прям слышно было, как Дима пил чай. Потому что вот это серпинге прямо мешало слушать, что говорят герои. Ребята, у меня все. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Всем прекраснейшего настроения. Отличной рабочей недели, добра, позитивных эмоций, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас сердцем и душой. Всем пока.